Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, Отец Назарий. В Евангелии от Матфея, 23 главе, мы слышим, как Христос обличает книжников и фарисеев. Он говорит им, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Что такое лицемерная молитва и как за молитву можно быть осужденным? На эту тему мы сегодня пообщаемся с нашим гостем, лириком Кафедрального собора в честь иконы Престой Богородицы Умиления города Новокубышевск, отцом Андреем Полевым. Отец Андрей, здравствуйте! Добрый день, Отец Назарий, братья и сестры, те, кто нас смотрит и слушает. Отец Андрей, как молиться христианину правильно? Как не быть осужденным Богом за молитву? Вообще, может молитва быть недостойной, за что даже Бог может наказать человека? Не зря Отец Назарий привел слова из Священного Писания из Евангелия от Матфея, где описывается ситуация, в которой два человека вошли в храм, один из них фарисей, человек ученый, человек благочестивый внешне, а другой мытарь, сборщик подати, человек, который брал взятки, который собирал налог в пользу чужого государства, государство, которое пленило и захватило земли народа израильского. Мы видим с вами два образа людей. Один человек с покаянием обращается к Богу и лишь только повторяет фразу «Боже, милости, будем и грешному». И другой человек начинает свою молитву с благодарения, начинает молитву с обращения к Богу и перечисляет свои добрые дела, но в конце заключает очень интересную фразу «Хорошо, что я не таков, как этот мытарь». И получается что? Что порой, действительно, обращаясь ко Господу, обращаясь к Нему с теми или иными просьбами или благодаря Его, мы по своей гордости, по своему тщеславию начинаем хвалиться, начинаем превозноситься и, что самое страшное, приписывать себе то, что даровал нам Господь. Те или иные ситуации, те или иные моменты жизненные Господь помогает нам разрешить, если мы действительно искренне с Ним. Если мы не хвалимся не перед Богом, не перед людьми, а действительно с покаянием, со смирением, а лучше еще и с благодарением обращаемся к Творцу. И тогда наша молитва, построенная на благодарении, на присущем страхе Божьем, действительно обретает совершенно иной смысл. Смысл не молитвы гордеца, не молитвы, которая действительно построена на каком-то бахвальстве, а на молитве человека кроткого, смиренного. А Господь и говорит «Научитесь от меня, как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Поэтому, конечно, этот образ именно фарисея, человека вроде бы внешне и благочестивого, но внутри наполненного гордыней, превозношением, он его и посрамляет. А образ человека-матаря, кающегося человека, но грешника, приносящего Богу искреннее покаяние, а ведь он обещал Богу воздать со вторицей все, что он забрал у людей. То есть человек прикладывает усилия к тому, чтобы действительно принести покаяние, действенное покаяние, изменить свою жизнь, изменить свое отношение к людям. И родилась его молитва, которую он и мог только сказать, «Боже милости, буди ко мне грешнику». То есть все-таки важным условием молитвы, чтобы она была приятна и угодна Богу, является искренность этой молитвы и отсутствие гордости, гордыни. А как человеку понять, что вот он на молитве гордится как-то или тщеславится? Ну, мы же опять же в той же притче видим, что все-таки фарисей благодарил Бога. То есть «Господи, спасибо, что я вот, значит, тут не как они». То есть как вот здесь разобраться в этом? Наверное, таким очень сильным маркером, индикатором нашей гордыни является не просто превозношение, а унижение другого человека. То есть когда мы начинаем превозноситься над человеком, мы считаем, что тот, над кем мы превозносимся, он менее достойный любви, менее достойный какой-то оплаты труда. То есть он не достоин того, чего достойны мы. Получается, когда человек завидует, он завидует тому, что есть у человека. А здесь происходит как бы обратный процесс. То есть получается, что у человека вроде бы есть все эти таланты, эти, скажем так, добродетели, мнимые добродетели, но у него нет любви к тому, кто лишь только стоит на пути к стяжанию этих добродетелей, на пути именно исправления. И, соответственно, когда человек превозносится и унижает другого человека, то он считает себя намного-намного лучше того, кого унижает. То есть он дает себе возможность, дает себе право осудить того, кто не таков, как он. Поэтому, да, с одной стороны, правильно начинает фарисей свою молитву, «Я благодарю тебя, Господи». Но когда начинается унижение человека, то, соответственно, состоит вопрос, а насколько ты благочестив? Насколько ты действительно любишь брата своего, сестру, жену, детей, начальников, подчиненных и так далее? То есть мы должны понимать, что действительно здесь дается нам образ такого правильного отношения и к человеку, и к Богу, и к молитве. Отец Андрей, Господь делает акцент еще и на том, что фарисеи долго молятся, лицемерно и долго молятся. Вот, неужели христианину нельзя долго молиться, и есть какие-то ограничения по времени в молитве? Или здесь все-таки Господь подразумевает что-то другое? Вот даже, например, человек, который готовится к причастию, ему приходится читать множество молитв, и порой, если человек только приходит к вере, только учится молиться, у него это занимает большое количество времени. А судит ли его Бог за долгую молитву? Или здесь все-таки суть в чем-то другом? Наверное, суть в чем-то другом. Господь же обличал именно людей не за продолжительность молитв, а именно за то лицемерие, с каким они молились. Ведь они молились, превознося себя, считая, что Бога возможно уговорить количеством, а не качеством молитвы. А ведь Господь говорит, что действительно молитва заключена именно в сердце, она приятна Богу. Молитва, которая произносится с сокрушением сердца, опять же, она достигает ушей Божьих. Как говорится в 50-м псалме, «Сердце чисто садишь, где во мне, Боже, и дух прав, обнови во утробе моей». То есть, «Сделай меня праведным, обнови во мне мой дух, и изгони из меня дух нечистый». И действительно тогда Господь принимает эту молитву, когда мы готовы измениться. Но, опять же, возвращаясь к моменту о продолжительных молитвах и о новоначальных, наверное, опять же, необходим совет, совет со священником, который вас знает. Потому что, когда человек берет на себя те или иные правила, те или иные предписания церковные, ему необходимо в них разобраться, понять, что к чему. Понять сам смысл читаемых текстов. И я думаю, что священник вам не откажет, если вы действительно обратитесь в храме, в который ходите, в котором причащаетесь. И, может быть, он даже вам и благословит сократить в данный момент правила, а потом постепенно уже увеличивать количество молитв, когда оно будет постепенно переходить именно в качество. Поэтому наша, наверное, задача – это не количество качества. Но, опять же, не самовольно брать на себя, а именно все-таки по совету с тем, кто вас знает. А в чем проявляется это качество, отец Андрей? Как понять, что действительно твоя молитва, она правильная, искренняя, она угодна Богу? То есть есть ли какие-то конкретные условия для молитвы, которые ты должен обязательно соблюдать? То есть вот человек собирается встать на молитву и хочет, чтобы эта молитва была искренней, чтобы он не был осужден. И, ну, опять же, тогда, когда у него есть возможность поразмышлять об этом, подумать. Понятное дело, когда у человека в жизни что-то происходит, или, может быть, какая-то скорбь или искушение сжимает сердце, тут ты не встаешь и думаешь, как бы мне сейчас помолиться, обратиться к Богу. Понятно, здесь вот сердце, оно открывается Богу, и человек изливает искренне все, что он хочет сказать Богу, о чем он хочет попросить. Но как быть, когда вот человек просто неодержим какими-то проблемами или страстями, но просто хочет вот утром или вечером помолиться и хочет делать это правильно? Есть ли какие-то вот прям конкретные условия того, чтобы молитва была угодной Богу и была правильной, и на пользу человеку? Здесь уже, в принципе, ответ отец Назарий дал, потому что Господь принимает молитву искреннюю, сердечную. Господь принимает молитву, которая произносится с благоговением, со страхом Божиим. Но Феофан Затворник говорит, что нельзя матросу попасть с корабля на бал, говоря именно о молитве, о богослужениях. То есть необходимо, чтобы наша душа была готова к диалогу с Богом, со святыми. А значит молитве предшествует, что подготовка определенная. То есть чтобы сосредоточиться мне, и чтобы действительно мое сердце было готово к общению с Господом, мне необходимо создать определенные условия в своем сердце, в своей душе. Что-то почитать духовное, послушать, может быть, какие-то песнопения. Или, может быть, включить какой-то акафист, канон, чтобы услышать, как читают и поют его братья того или иного монастыря, либо сестры. И вот когда действительно душа согрета молитвой, если есть на то время, конечно, я имею в виду в плане подготовки, то и молитва обретает совершенно иной покрас. Она действительно становится не в суд и осуждение, когда мы торопимся, пытаемся быстрее вычитать, быстрее закончить, или же главное, чтобы все прочитать. Нет. Но мы же можем заменить вечернюю и утреннюю молитву, как нас учит преподобный Серафим Саровский, Серафимовым правилом. Три раза отче наш, три раза Богородица Дева радуйся и символ веры. В принципе, этого достаточно, если человек молится внимательно. Ведь если нам будет задан вопрос о внимательности, то он будет более, наверное, сложен. А здесь, что хочет от нас Господь? Он хочет, чтобы наше сердце принадлежало ему в плане любви. И, соответственно, наша молитва, она должна именно обретать такую силу, такое именно качество, чтобы она была направлена именно из сердца к Творцу. Но бывает такое, что ты встаешь утром уставший, у тебя давление, у тебя спазмерные сосуды, тебе плохо, тебе опять на работу, ехать долго, стоять в пробках и так далее. Что вот тогда делать? Как тогда молиться? Можно ли молиться в дороге? Тоже вопрос. И здесь уже совершенно, конечно, иной подход требуется. Самое-то важное, что побыть с Богом, побыть с Богом в своем сердце, побыть с Богом в своей душе. И не обязательно, что вы прочтете 10 или 11 молитв. Можно их прочесть, пока вы идете на ту же остановку, или садитесь в машину, прогреваете ее. Можно создать определенные условия для молитвы в своей душе. Но это нужно захотеть. То есть мы можем сказать, что условия молитвы – это, опять же, искренность. Об этом уже говорили. Это благоговение на молитве. Это желание изменить собственную жизнь. То есть поступки за молитвой, опять же, должны следовать поступки. Желание человека жить по Евангелию, как раз таки, чтобы Господь не назвал нас лицемерами и фарисеями. Что мы вроде молимся Богу, встаем с молитвой, идем и продолжаем грешить так же, как грешили, не желая даже исправить свою жизнь. И четвертый момент очень важный, вы сказали, которым я все-таки задам вопрос. Это внимательно молиться. А как отец Андрей внимательно молиться? Как добиться внимания на молитву? Потому что все-таки человек, который более-менее начал молиться, и эта молитва, может быть, не просто один раз «Отче наш» прочитал, а все-таки какой-то ряд молитв. И когда человек начинает их читать, он порой сталкивается с тем, что ты вроде молитву прочитал, а вроде бы ее не читал. То есть человек начинает молиться и внезапно ото сна просыпается. «О, все, молитвы закончились!» Так я же даже не понял вообще, о чем молился, что я просил. Внимания не было. И вот на самом деле, мне тоже кажется, это очень важный момент на молитве, как добиться этого внимания, как человеку действительно сосредоточиться на молитве, когда вот у тебя нет такого должного настроя. Это хорошо, действительно, когда есть время у человека заранее почитать духовные книжки, послушать песнопения, действительно, как-то немножко смягчить свое сердце и уже вот таким подготовленным стать на молитву. А когда нет такой возможности, вы, кстати, сказали о таких моментах, когда действительно человек торопится на работу, еще куда-то торопится, или просто устал, но хочет помолиться. Как добиться этого внимания? Начнем от противного. А если человек не хочет помолиться, но ему нужно помолиться, он себя считает православным христианом, и в его голове есть определенная установка. Мне нужно помолиться, иначе на меня обидится Господь. И вот здесь как раз и создается состояние какого-то страха, невроза, что быстрее, быстрее, бегом, бегом, и действительно, внимание теряется, теряется из-за этого страха. А значит, чтобы мне вернуться к состоянию мужества, в мужественном предстоянии перед Богом, мне нужно изгнать из сердца этот страх. И порой в нашей священнической практике такое бывает, что действительно и мы не всегда бывает, что можем сосредоточиться сразу, или утром песнопение наслушаться, или книжек начитаться. К сожалению, такое в моей практике бывает, когда я выходной. Тогда я устраиваю такой день для себя. Но когда ты бежишь туда-сюда, тебе нужно на телевидение приехать вовремя, а ты тут еще и опаздываешь, что происходит? Происходит смущение. С одной стороны, ты себя считаешь виноватым перед Богом, перед человеком в данный момент, перед студией, перед отцом Назарием. А с другой стороны, ты можешь начать себя оправдывать. Ну вот я рассеянный, потому что мне нужно на работу, потому что мне нужно везти детей в садик, потому что мне нужно купить хлебушка, да есть бутерброд и так далее. То есть, наверное, нужно понять, что для меня является доминантой в молитве. Общение ли с Богом, вот это личное общение с Богом, или все-таки вычетка молитвы подобно фарисею, да, вот это вот самохватство, показать себя Богу. Вот я, Господи, стою такой благочестивый, благоговейный, прекрасный человек, и ты обязан принять мою молитву. Вот это, наверное, и заключена гордыня, да, вот эта фарисейская. Можно говорить об этом бесконечно долго, развивать эту тему, но суть-то вопроса была в том, что именно понятие внимательной молитвы порой бывает такое, что ты действительно болен, либо устал, и тебе помогает сосредоточиться именно такое внутреннее сердечное рассуждение о Боге, о Его благодеяниях, о тех или иных замечательных моментах жизни, за которые ты можешь Бога поблагодарить. Об этом, кстати, учат оптинские старцы. Они говорят, если у тебя есть добрые воспоминания, то тебе очень легко можно научиться благодарить Бога через них. Поэтому, когда не хватает времени, когда мы находимся в стрессовой ситуации, нахожусь ли я в пробке, либо в каком-то длительной поездке, я могу вспомнить о Боге, вспомнить о тех моментах, когда Он касался моей жизни, моей семьи, моего сердца. И через это начать тоже молитву, сказать просто, Господи, благодарю Тебя, Господи, слава Тебе, слава Богу, что я жив, слава Богу, что у меня есть то-то, то-то и то-то. То есть начать Его действительно благодарить, не роптать, не оправдываться, а благодарить. И через благодарение прийти ко вниманию. Кстати, об этом говорят и наши современники, потому как у святителя Игнатия Бринчанинова в аскетических опытах больше говорится о покаянии, на котором основана молитва. Но современный человек, он настолько занят и настолько находится в стрессе, что ему порой очень сложно сосредоточиться на этих очень глубоких вопросах. Поэтому, наверное, именно если отталкиваться от благодарности Богу, от воспоминаний добрых, то и человеку легче вывести из себя из состояния стресса и обратиться умом и сердцем к Богу. Но опять же, все зависит, конечно, от времени, потому что не обязательно вычитывать кучу молитв. Можно прочесть небольшое правило, как Серафима Саровского, либо сократить молитвы, а потом уже в течение дня восполнить, если вам не хватает этих молитв, уже либо окончанием этого правила, либо же добавить еще что-то. Потому что бывают обеденные перерывы, бывают еще какие-то моменты, когда мы действительно можем отойти от людей, выдохнуть и сказать, Господи, слава Тебе! Какая прекрасная жизнь, какой прекрасный мир! И на этом строить молитву. Отец Андрей, а как быть, когда у человека нет возможности отойти от людей и наедине помолиться Богу? Например, там дома семья большая или родственники. Человек хочет встать, вот уделить время. Как быть? Замечательный вопрос, потому что здесь собрались не монахи, а скеты, а собрались обычные батюшки, у которых семьи, у которых множество детей. И, конечно, мы тоже сталкиваемся с проблемой отсутствия и личного пространства, личного времени, и времени, к сожалению, на молитву. Но я признаюсь честно, что молиться можно всегда и везде. По сути, об этом учат и современники наши, и святые отцы. И, соответственно, как раз краткие молитвы, они приходят на помощь. Но если мы не мешаем своим близким, то мы можем и пропевать молитвы, мы можем петь пасхальные песнопения, мы можем петь Богородица, Дева Радуйся. Мы можем, в принципе, прибегать к любым моментам, связанным с молитвословиями. Лишь бы на нашем сердце действительно была и радость, и благодарность Богу, ну и хотя бы чуточка покаяния. Вот тогда мы достигнем действительно желаемой цели. Взял я чистить картошку или мыть посуду, а почему я не могу молиться? Я вот сегодня утром, допустим, включил видео на одной из соц. страниц и посмотрел его для того, чтобы действительно душа хотя бы какую-то пользу получила. А в это время мои дети что-то ели, да, то есть они косвенно услышали, задали вопросы. То есть, понимаете, можно от всего взять пользу. Все, что мы имеем, от всего взять пользу. Как говорил апостол Павел, да, все мне можно, но не все на пользу. А вот здесь мы берем пользу от того, что у нас есть. Отсутствие времени, ну хорошо будем учиться, значит, вниманию, при отсутствии времени. Отсутствие здоровья, хорошо будем учиться здесь. Вот таким образом действуем и действительно начинаем приближаться к Богу. Отец Андрей, а как человеку молиться, если у него сильная обида на кого-то или какая-то страсть, которую человек не может оставить? Мы до этого сказали, что одним из условий достойной молитвы, угодной Богу, является христианская жизнь, жизнь по Евангелию. И как быть, когда человек встает на молитву и он понимает, что он не может простить какого-то человека или не может оставить какую-то обиду, или есть страсть, с которой он никак не может расстаться? Не превразится ли он тогда опять вот в того фарисея, книжника, которого обвиняет Господь Бог в Евангелии и делает ему замечание. Как быть тогда человеку? Как ему приступать к молитве? Или, может быть, ему нельзя в таком состоянии молиться? Преподобный Авва Дорофей говорит удивительную вещь. За один помысел осуждения человек теряет все духовное устроение, которое он стяжал, может быть, даже годами. Но мы осуждаем постоянно, тем более, когда нас обидели, что-то нас раздражило, что-то не по нашим воле происходит, какая-то несправедливость в жизни произошла. И действительно, обида, она не только на поверхности, она очень глубоко в сердце. И когда нас священник спрашивает перед причастием, вы всех простили? Очень сложно простить. И я думаю, что и я не могу простить до конца каких-то людей, потому что о них вспоминают. И через воспоминания недобрых этих дел приходит опять осуждение, приходит обида. Но как справиться с этим состоянием? Сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. То есть, когда человек взывает Богу с намерением простить, либо ты не можешь простить, но тебя не устраивает твое вот это поганое внутреннее состояние, то ты начинаешь Бога просить помощь просто пережить этот момент, пережить данные вещи, которые с тобой происходят, те или иные обстоятельства жизни. Я очень часто помню, бывал, вставал ночью, когда какая-то тревога приходила на сердце, брал в руки Акафисты и читал. Читал Акафист Матери Божией, Спасителю, чередовал святым Акафисты, Псалтирь, Евангелие, четкие в руки взяли, Иисусова молитва. Все способы хороши. Нужно противопоставить страсти внутреннюю, искреннюю молитву. Когда мы ощущаем вот эту немощь души, мы понимаем, что наших силенок не хватает победить страсть, не хватает преодолеть обиду, а ведь обиды – это же тоже часть страсти, гордыни. То один только способ – обратиться к Богу, обратиться к Нему искренне, по-настоящему, обратиться к Нему из глубины души, воззвать Бога, как последнему пристанищу, как последнему помощнику и покровителю, который действительно может решить твои проблемы. И поверьте, Он решает. Сколько раз я помню, как я сказал, вставал, читал Акафист, действительно, Господь меня слышал. И пускай вначале очень тяжело молиться, очень трудно молиться, а тем более молиться за обидчиков еще сложнее, когда за них молишься, такое ощущение, что ты бьешься головой в стену. Ты молишься, но молитва твоя, она не уходит в сторону человека, не уходит в сторону любви, она все время упирается об твою обиду. И здесь, конечно, очень легко сказать, что смирись, не гордись и так далее, но нужна помощь Божия. Ну, опять же, как мы до этого говорили, нужна искренность. То есть мы сталкиваемся с тем, что искренность проходит вот красной нитью через все делание молитвы. Даже если у тебя есть какая-то страсть или обида, ты должен быть искренен в этом, уметь это признать, признать собственную немощь, признать собственную неспособность борьбы, смириться. И Господь, видя такую, твою искренность, обязательно тебе поможет это преодолеть. И молитва, конечно же, не будет в осуждении, но наоборот пойдет на пользу человеку. Спасибо, Отец Андрей, большое за интересную беседу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Увидимся в следующий понедельник в половине восьмого. Ангелы всем хранителя, с Богом. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»